Никак. Это было международное обозрение, меня зовут Федор Лукьянов. До свидания. Сейчас вернемся к новостям из Донецка. Глава ДНР провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что на 8 марта этого года было запланировано наступление украинских военных в Донбассе и в Крыму. Сейчас в прямом эфире к нам присоединяется наш специальный корреспондент Станислав Бернвальд. Станислав, приветствую. Так что известно о планах ВСО атаковать Крым и Донбасс? И еще приходит сейчас информация о ноутбуке с маркировкой НАТО, который был найден в одном из штабов украинских националистов. Да, Даша, привет. Ну, помнится, несколько дней назад мы показывали одного из бойцов праворадикальных группировок, который говорил как раз, что командиры говорили о 8 марта. То есть 8 марта это дата, когда должны были атаковать по всем фронтам и ВСУ, и нацбатальоны. И вот сейчас находится подтвердение этому. Уникальные документы, которые попали в руки контрразведчикам. И, как вы думаете, кто еще причастен к разработке этих документов? НАТО. Давайте послушаем, что об этом говорит Денис Пушилев. В штабе противника обнаружен ноутбук, имеющий лицензионный номер реестра НАТО. Это говорит об особой секретности данного устройства. Соответственно, боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений и других военных объектов, которые обнаружены с беспилотных летательных аппаратов, в том числе и американских. НАТО, в том числе и его генсек ЕНТО. Я вас утверждаю, что эти были правы, не все Североатлантического альянса. И вот перед вами прямые доказательства того, что НАТО выступало на стороне украинского режима. Ну, как вы помните, и до сих пор Йенс Толтенберг каждый раз говорит о том, что НАТО никогда не будет принимать какого-либо участия в операции, чтобы не столкнуться с Россией. Оказывается, максимальная координация с украинским руководством, она была. Об этом как раз продолжает говорить Денис Пушилин. Давайте послушаем. По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта этого текущего года. Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию Республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию, в Крым. Все это доказывает своевременность начала Российской Федерации специальной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Это сделало невозможным осуществление плана врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения как у нас в Донбассе, так и в Российском Крыму. Я думаю, что в ближайшее время этот документ поступит для ознакомления. Мы обязательно все подробности будем передавать в нашем эфире. Дальше передаю тебе слово. Станислав, спасибо. С последними новостями из Донецкой народной республики был наш специальный корреспондент Станислав Бернвальд. Семьям военных, погибших во время спецоперации по защите Донбасса, выплатят по 5 миллионов рублей. Тем, кто был ранен, по 3 миллиона. Это предусматривает указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей. Документ уже подписан президентом. Кроме того, Владимир... ...поставаться в России можно 15 дней с момента пересечения границы. Еще один указ о порядке выплаты иностранным кредиторам. По валютным займам теперь можно платить в рублях по действующему курсу ЦБ. Также Владимир Путин подписал сегодня сразу несколько важных законов. Один из них ужесточает наказание за педофилию и ее укрывательство. В том числе для тех, кто занимается обучением или защитой детей, живет или работает с ними. Другой документ предполагает создание общедоступной системы контроля за использованием дорожных фондов. Таким образом, органы власти получат возможность анализа информации об истории проведенных работ, коммерческой организации доступ к актуальной информации об аварийных участках, а граждане возможность сообщить... ... 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 Деятельность опубликовал и Мастер-карт на международной версии сайта. Это решение вытекает из наших недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной системе Мастер-карт. Как того требуют регулирующие органы во всем мире. В результате, в результате, в результате, в том числе, в России будут поддерживаться сетью Мастер-карт. И любая наша карта, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах. Но для россиян, которые используют такие карты внутри страны, ничего не изменится. Карты продолжат безостановочно и без сбоев работать на территории Федерации. Думаю, что могут быть проблемы с использованием карт через... ...свои пластиковые... ...через контактную технологию, так и на российских интернет-сайтах. Чтобы обеспечить независимость и безопасность банковской системы внутри страны, еще в 2014 году была создана национальная система платежных карт. Она и стала защитой от приостановки деятельности международных платежных систем. Вот из-за рубежа, из-за рубежных интернет-магазина, с российских карт, выпущенных МИЗа и Мастеркард, будут ограничены. И поэтому мы рекомендуем россиянам, находящимся сейчас за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты, отели, билеты. Многие россияне стали переходить на карты МИР, в том числе на цифровые. Впрочем, популярная платежная система стала не сейчас. Еще в прошлом году, согласно исследованиям Сколкова, МИР обогнал Мастеркарты МИЗа по охвату населения. Этого удалось добиться за счет программ лояльности. Например, кэшбэка за туристический отдых, за покупки спортивных товаров, продуктов в супермаркетах. Самая лучшая альтернатива сейчас, это, конечно же, карты платежной системы МИР. Они их можно выпустить как на пластике, можно выпустить моментально, вот у МТБ в цифровом формате. Также пока можно спокойно продолжать использовать те карты МИЗа Мастеркарты, которые уже... ...в каких странах, как Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. И это только начало. Сейчас идет работа над выпуском копейджинговой картой МИР Юнион Пэй. Многие банки планируют ее предоставлять в ближайшем будущем, некоторые уже предлагают сегодня. Она действует в 180 государствах, в том числе и в тех, что ввели санкции. Этого удалось добиться за счет партнерства с другими национальными платежными системами. Тарас Кучеренко, Вести. Единая Россия отправила в Донбасс гуманитарную помощь. Это 400 тонн продуктов, предметы первой необходимости, детское питание. Груз собирали 52 региональных отделения партии. Помощь собирают и дальше. Организованы специальные пункты, куда встанутся. Также партия открыла сбор денежных средств. Только в Ростовской области собрали уже более 7,5 миллионов рублей. Эти деньги пошли на оказание помощи беженцам. Кроме того, для эвакуированных жителей Донбасса собрано 1300 тонн гуманитарной помощи. Она распределена по пунктам временного размещения. Единая Россия отправляет 400 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. 50 регионов России сформировали большой гуманитарный груз. Эта помощь пойдет в Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику. Груз собран на базе местных отделений приемных партий Единая Россия. Волонтеры грузили эту помощь в 30 грузовых автомобилей. Это продукты питания, лекарства, детское питание, товары первой необходимости, гигиенические принадлежности. Мы понимаем, что Донбассу крайне нужна помощь для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в школах, поликлиниках, больницах, коммунальной инфраструктуре. И сегодня сбор гуманитарной помощи для Донбасса получает новое развитие. Жители Донбасса страдают уже 8 лет. Их истребляют при молчании всего мира. Об этом сегодня заявил патриарх Московский в Сеярусе Кирилл. Он выступил с проповедью после Божественной Литургии в Краме Христа Спасителя. Сегодня, в Прощенное Воскресенье, в канун Великого Поста он призвал к миру и справедливости. Также в своей проповеди патриарх говорил о чуждых ценностях, которые люди в Донбассе не готовы принять. Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти. Некий пропуск в тот счастливый мир. Мир избыточного потребления. Мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Тест очень плохой, простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. Вот эти требования ко многим провести гей-парад являются тестом на лояльность к тому самому могущественному миру. Восемь лет продолжалось унижение. Островление и убийство детей. Еще страшного, мужская тема это исключение из правил, понимаешь? Тысяча людей. Только надо выжить при этом. Мы приняли в 20 странах от пожарных президента вырвать из гарнила жизни Европы всю фашистскую нечисть. Те осколки нацизма, бандеровцев, которые остались еще оттуда с 45-го года. Мы верим нашему президенту. Верим в наши вооруженные силы. Мы уверены в нашей правде. Это сохранение страны. Сегодня наши войска лежат не просто в снарядах, не то что в продовольственных бензинях, горючих. Они лежат в наших молитвах. Рано или поздно эмоциональность начнет спадать. Я всех призываю объединиться, делать вместе одно дело, побеждать в информационной войне. Наша страна заканчивает войну, а не начинает. Мы закончим это посмирительный ужас. Она так будет обязательно закончена. С нашей армией, с нашим президентом вместе мы победим. Весьте, весьте в своих помниках, когда ваша мать стоит, окруженная беснующейся толпой, которая улюхает, насмехается, глумится над ним. Только тот сын, кто не постесняется, не пройдет мимо, заслужит собой и защитит от друга. Продолжение следует... Продолжение следует... Владимир Путин и Мноэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине. Российский лидер подробно рассказал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС и заявил, что вооруженные силы России и украинское подразделение охраны продолжают обеспечивать функционирование электростанции. Радиационный фон вокруг нее остается в норме, физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена. События на Запорожской АЭС российский президент назвал элементом циничной пропагандистской кампании украинских радикалов. Владимир Путин предложил Эммануэлю Макрону активно проработать с киевскими властями вопрос предоставления гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей и иностранцев. Обсудили и ход переговоров России и Украины. Российский лидер выразил готовность к продолжению диалога. Также, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин не против возможности проведения трехсторонней встречи МАГАТЭ России и Украины в режиме видеоконференции или в третьей стране. Специальная военная операция по защите Донбасса идет по плану и в соответствии с графиком. Об этом заявил Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом. Они поговорили по телефону. Российский лидер отметил, что операцию могут приостановить только если Киев прекратит боевые действия. Он также подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом и зарубежными партнерами по урекулированию конфликта. Любые попытки затянуть переговоры Владимир Путин назвал бесперспективными. Кроме того, президент России заверил Эрдогана в том, что окажет все необходимое содействие безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий на Украине. Украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение режима тишины при эвакуации мирного населения в Волновахе и Мариуполе. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басури. Сейчас у нас есть возможность выйти с ним на прямую связь. Эдуард Александрович, приветствую. Украинские власти Мариуполя отказались дать возможность жителям города выйти по гуманитарному коридору. Фактически людей продолжают держать в заложниках. Вот насколько еще хватит запасов в городе по вашим расчетам? Добрый вечер. Ну, если говорить о запасах, я думаю, это день-два не больше. День-два не больше. Вы же поймите, кроме продовольствия, это же вода и электроэнергия, а этого нет. Вот еще, по последним данным, из Мариуполя и его пригородов удалось эвакуировать более 300 человек. Вот несмотря на провокации украинских националистов, есть ли шанс возобновить эвакуацию в ближайшее время? Да шанс всегда есть, но здесь проблема в другом. Насколько я понимаю, не только националисты не хотят отпускать людей, а еще и Зеленский не хочет. Объясню почему. Потому что для них, если они сдают Мариуполь, как они считают, тогда это проигрыш, идеологический, информационный проигрыш. И они всеми силами пытаются этого не сделать. Поэтому им нужны люди, как заложники в этом Мариуполе. А что сейчас происходит вокруг Мариуполя? Ну, вокруг Мариуполя идут локальные боестолкновения с подразделениями украинской армии и с националистами. А больше ничего. То есть ситуация пока не меняется. Не, 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 давайте так. Не из Мариуполя. Пригороды Мариуполя, да, люди оттуда выходят. С Мариуполя никого не выпускают. Я больше скажу, они сегодня провели информационную акцию в самом Мариуполе. Подогнали автобусы, посадили людей, сказали, что сейчас будут вывозить. Люди сели, потом они вышли и сказали, нет, вывозить вас не будем, расходитесь по домам. Какова сейчас ситуация в других, в других точках, вот там, где, где еще продолжается, в гостях явления? Ну, это назовем недалеко от Волновахи, потому что наступление идет у нас по плану, а, соответственно, противник оказывает очень сильное противодействие этому. А громко у нас сегодня Донецк, Докучаевск. У нас за сегодняшние неполные сутки у нас уже 7 раненых. По Донецку обстреляли очередной раз градами, по Киевскому проспекту, артиллерии 152-122. Вот в этом плане, если можно так сказать, обстрелся. Мне, честно говоря, не дадаю этой информацией. Знакомо. Может, что-то и нашли, но до меня это не доводило, поэтому я не могу прокомментировать точку. Так, а у вас сейчас ситуация в самом Донецке? У нас есть последнее количество обстрелов? Нет, вот мы сейчас находимся реально в центре города, это площадь Ленина. И слышно разрублено, да, очень-таки серьезно. Вот, кстати, в результате хотя бы дела у нас сегодня приняло попадание в детский сад. У нас без тепла оказалось 3 больницы. У нас попадание в административное здание Киевского района, в райадминистрацию Киевского района. Попадание в жилые дома, в квартиры. Поэтому ситуация очень напряжена. А какова ситуация с недостатностью коммунитарной помощи? Смотрю, одно о чем говорим. Если идет в Российской Федерации, проблем нет. Но я просто вам скажу, здесь вот сейчас единый порыв у всех людей. Сейчас никто не смотрит, кто ты по национальности, вероисповеданию. Люди хотят помогать. Они помогают как ребятам в форме, которые мы просим на фронте, так и гражданским людям. Которые мы сейчас в территории России в Граждане, в большом количестве, мы передаем, что от сердца, а это рель от сердца. Никто в забыть ничего не бросит. В этом плане, мне тогда напоминает 14-15 год, когда мы все объединились вокруг одной общей беды и помогали друг другу все разом. Дмитрий Александрович, благодарю вас за подробный рассказ о том, что сейчас происходит в Донбассе. Мы прямо в связи с тем, что мы не слышим, что мы начали поправить, но это все, что происходит. Ну а сейчас к одной из озвучивающих информации, вот в одном из штабов, в Гражданском районе, как раз, когда сейчас обнаружен ноутбук, об этом на пресс-конференции заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, и вот этот компьютер сегодня был показан журналистам. В штабе противника обнаружен ноутбук, имеющий лицензионный номер реестра НАТО. Это говорит об особой секретности данного устройства. Встреча с батальонами имеют допустимое сопротивление с скрепностью объемного реестра на 4 метра. И вот она уже информированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений и других военных объектов, которые обнаружены с беспилотных летательных аппаратов, в том числе и американских. НАТО, в том числе и Европейский, Йенс Столтенберг, нервно утверждали, что на территории Украины нет сил Североатлантического альянса, и вот перед вами прямые доказательства того, что НАТО выступало на стороне украинского режима. Но еще глава ДНР привел данные разведки, согласно которым вооруженные силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс в марте этого года. Которые наши разведки и показаниям украинских плен наступательная операция должна была начаться 8 марта этого текущего года. Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение, как на территорию Республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию, в Крым. Все это доказывает своевременность начала Российской Федерации, специальной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Это сделало невозможным осуществление плана врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения, как у нас в Донбассе, так и в российском Крыму. В Украине работали над созданием так называемой грязной бомбы. Об этом сообщает агентство ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники. Кто и как вел эти разработки, откуда получали материалы, в том числе плутоний нужного качества, разбирался Антон Баткаренко. Вашингтон мог поставлять Киеву плутоний для создания ядерной бомбы. РИА Новости ссылаются на компетентный источник одного из российских ведомств. Речь идет не про оружейный плутоний, для которого нужно высокотехнологичное производство, а про энергетический. Он похож по характеристикам. Соединенные Штаты передали образец плутония, пригодного для создания ядерного оружия или ядерно-взрывного устройства, но где основой является плутоний энергетический, то есть выделенный из отработанного ядерного топлива. Отработавшего ядерного топлива гнезалежных хватает, учитывая 4 действующих АЭС и остановленный Чернобыль. Создание ядерного взрывного устройства было вопросом всего нескольких месяцев, пишет РИА со ссылкой на источники. В этапах Штаты привезли на Украину не только плутоний образец, чтобы научно-исследовательские работы по ядерному оружию шли быстрее. По словам экспертов, заокеанские специалисты доставили на Запорожскую АЭС целую топливную сборку. И что мы видим? Привозят американское топливо на Запорожскую АЭС. Загружают. Они нарабатывают в неком количестве сборок американских, тот самый плутоний, который идеально подходит для производства ядерного взрывного устройства. То есть Украина была всего в шаге от создания своего ядерного оружия. И недавняя угроза Зеленского на Мюнхенской конференции насчет выхода страны из Будапештского меморандума, который подразумевает не ядерный статус киневого обмен на безопасность, в свете истории с плутонием выглядит совершенно реальной угрозой, которая готовилась давно. По информации РИА, негласное распоряжение оптимизировать работы по ядерному направлению дал еще Петр Порошенко 8 лет назад. Juan, come manzanas. Ella es una mujer. И Турчинов об этом заявлял, и Порошенко, и представители ООН, тот же Юрий Витреков. И все это было как будто не замечено Западом. Может это мучливое согласие к формированию технологической базы для возможного создания собственной ядерной бомбы Украины... Эля... ...эс... ...уна... ...миня... ...элэс ун ниньо. ...элэс уна... ...мухэр... ...элэс уна... ...элэс уна... ...мухэр... ...уна... ... значнее... ...юан, come manzanas. ...сша, мы сейчас устоять не можем. Коррег concerns штаты... ...как резервной вариант. Могли поставить... ...тоь числе... ...тут... ...элэс уны... ...на это не совсем... ...центригу, это несколько другой устройств... ...тут элэс ун parece. ...тут ээээээээээс унн包 fifthы... ...но есть производство для газа. их модернизации и специалисты еще советской научной школы есть ракеты, которые они устроены между прочим, некоторые технологии из Украины, которые были поставлены через Китай в Северную Корею, позволили в Северной Корее разработать ТУ ЭРЕСУ НА МУЖЕР МОНЦАНИДА 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 МОНЦАНИДА